Мы сегодня отмечаем, братья и сёстры, крещение, крещение нашего Господа Иисуса Христа. Этот праздник все дети Божьи отмечают. Я хотел прочитать из этой книги Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 стиха и до конца. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 стиха и до конца. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И крестившийся Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. «И все глаз с небес глаголящие, сей есть Сын Мой возлюбленный». Крещение – это всегда особый акт, и люди всегда готовятся к этому. Интересно, казалось бы, Христу не нужно было принимать крещение, Он это совершил. Хотелось вместе с вами посмотреть на это событие, то, что мы прочитали. Для чего Христос принимал крещение? Что это значило для Него? Что это значит сегодня для нас, людей, и для каждого человека? Когда мы читаем первые начальные слова, братья и сестры, первых два стиха, в тех дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Знаете, вот эти слова, они взбудоражили всю страну Иудеи. Вся страна услышала проповедь, приблизилось Царствие Небесное, Царствие Божие. Это всколыхнуло их. Они вспомнили былое, когда их было Царство на высоте, во дни Давида, во дни Соломона. И теперь, когда они в рабстве, они услышали вновь, приблизилось это Царство Божие. Люди тысячами шли туда, на берега Иордана, чтобы принимать крещение. Взбудоражилось знать. Они посылали своих людей, чтобы узнать, что это за новое такое провозглашение. Царство приблизилось. И знаете, когда Иоанн находился там, он предвозвестил. Он указал на этого нового Царя, нового Небесного Царства. Но это было совсем другое Царство, не так, как они предполагали. Когда мы читаем, братья и сестры, Матфея, 20 глава, 25 стихом и 28 я буду читать. Матфея 20, 25. Смотрите, как Иисус сказал об этих Царствах, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими. 28 стих. Но так, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Смотрите, какое необычное Царство. Царь увлекал всех за Собою, чтобы все слушались Его. А этот Царь, Он говорит, что Он не так хочет царствовать, как вельможи, как эти Цари. Он пришел для того, смотрите, отдать душу свою для искупления многих. Смотрите, какое это Царство, как оно отличалось, братья и сестры. Он не так царствовал, как все эти Цари, которые ездили на колесницах, может быть, с позолотой на белых конях. Он пришел совсем по-другому. И пойдет немного времени, когда сам Пилат скажет, «Се, Царь Ваш!» Они скажут, «Возьми Его, распни». «Царя ли Вашего распну?» Нет у нас царя, кроме Цкесаря. Вообще, Евангелие от Иоанна, это представляет Иисуса как царя, братья и сестры. Родословие царя. Когда Он родился, искали царя. Смотрите, смесь царя. Все царя представление есть. И поэтому хотелось посмотреть на то, что я прочитал. Тут четыре мысли, братья и сестры. Первая мысль, которая здесь говорится, что свидетельство Иоанна об Иисусе Христе, ответ Иисуса на Его свидетельство, и потом свидетельство Духа Святого, и свидетельство Бога Отца. Свидетельство Бога Отца как печать, благословение Бога. Это коронация, официальное представление этого царя. Но оно так отличалось. Иоанн здесь представляет царя, мессию, но он указывает на него, но он необычный. Необычный царь. У него есть свои права. Знаете, всегда царей представляли. Помните, Самуил, он представил Саула. Он представлял и помазывал Давида. Когда-то Илья представлял, Илисея помазал, Азаила на царя, имеющий власть от Бога, иметь, делать представление. Это имел власть Иоанн. И он говорит о нем, что в нем нет греха. И когда он увидел 13-14 стихи, мы читаем, он говорит, мне надо бы накреститься от тебя. В то время все крестились в покаянии. Матфея 3 глава 6 стихом написано, и крестились от него в Иордане. То есть люди, исповедуя грехи свои. Это было крещение, исповедание своих грехов. Крещение Иоаннова. 3 глава 16 стихом. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды. Крещение – это покаяние. Означало, что человек осознает себя грешником. Он приходит к Богу и кается перед Ним. Своим крещением символизирует обвинение своего греха и начало новой жизни. И Иисус, Он пришел с целью. Иоанн, увидев его, он говорит, мне надо бы накреститься от тебя. Он понимал, что он святой, без греха. Ему не в чем исповедовать своих грехах. Когда Иоанн пишет в 1 главе своем послании, 29 стихом, когда он представляет его, он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. 30 стих. Алексей есть, о котором я сказал. За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Это была его миссия – представить. Он сам еще, возможно, не знал его. У них не говорит Слово Божие, что была эта встреча. Это смиренный царь. Он совсем правит по-другому. Другие цари делали то, чтобы все были ему подвластны. У него было совсем не так. Он представляет его агнец Божий, предназначенный на заклание взять грех всего мира. Как это важно! Увидеть царя нашей жизни, все наши стремления, который спасает от греха. Заметьте его! Увидите! Это спасение от Бога! В 40 главе Исаия 4 стихом там говорится, что это увидит спасение всякая плоть. Он пришел, братья и сестры, эту миссию. Решить самую огромную задачу перед миром. Нас осчастливить. Он взял наш грех на себя и дал свободу для нашей души. Когда мы читаем ответное слово Иисуса, Иисус говорит, оставь теперь, оставь. Об этом не нужно говорить. Иоанн возражал ему, как бы действительно ты прав, что его жизнь, она является святой жизнью, но ему нужно сегодня это сделать. Это очень важный акт. Христос не опровергал свою безгрешность. Во время рождения Иисус принял плоть. Когда Он принял решение родиться, Он был Богом. А когда Он рожден, родился, Он стал Богом человек, Бога человеком. Он был во плоти. Когда Он согласился родиться, Он был Богом. Братья и сестры, теперь, когда Он принял решение, Он был Богом человеком, Он был во плоти. И своим крещением Он соединил себя с человеком, с человечеством. Он является представителем человечества. Это очень большой смысл крещения. Вот поэтому, как совершенному человеку, Ему нужно соединиться с людьми грешными, которые сейчас исповедались рядом с Ним. В тот час, братья и сестры, Он засвидетельствовал перед всем человечеством, перед духовным миром, что Он, как человек, Он становится на одну ступень с человеком, чтобы оправдать потом людей своей жертвой, своими страданиями. Вот поэтому нужно крещение. Вот поэтому Он показал всему миру, духовному миру и пред Богом, что Он согласен стать вот этой жертвой, встать на сторону грешных людей. Он стал представителем, чтобы прийти на Голгофу и взять на себя грех и принять смерть, чтобы исполнить всякую правду. Иногда люди говорят, зачем нужно было вот смутеническая смерть Иисуса? Разве Бог не мог как-то изгладить, как-то, ну, убрать вот эти грехи, чтобы Иисусу не умирать? Нет, братья и сестры, за грех должна быть заплачена цена. Исполнить, Он говорит, мне должно всякую правду. Нам должно быть справедливыми в этом вопросе. Возмездие за грех есть смерть. Кто-то должен умереть. И поэтому Иисус решился добровольно. Он соединил себя с человечеством. Это Его добровольный выбор, братья и сестры, провозгласить всем. Когда люди принимают крещение, они провозглашают соединение со Христом и Иисусом. Когда Христос принимал крещение, Он подтверждил соединение с людьми. Принимая крещение, мы смотрим на спасение и жизнь со Христом. А Иисус, принимая крещение, смотрел на Голговский крест. «Можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь?» То есть, Он говорил, «Те страдания, которые Ему предстоит принять». Мы читаем такие слова. Он сказал Иоанну. Сегодня Он становится официальным представителем человечества, братья и сестры, «Чтоб умереть и взять грех всего мира». Это заместительная жертва Иисуса Христа за людей. Агнец берет грех, исполняя всякую правду. Он взял мой грех, Он взял ваш грех. Иисус стал заместительной жертвой за нас. Святой, праведный, взял грехи на себя. Знаете, как говорится Коринфянам 2 глава, 5 глава, 21 стихом, «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом». Вот для чего Христов взял эти беззакония, чтобы оправдать, чтобы мы сделались пред Богом праведными. Какое-то чудо, братья и сестры, грешных оправдать, а грех людей взять на себя, чтобы умереть. Исайя 53 глава, 11 стихом, здесь говорится, «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, и через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Какие-то сильные слова. Это самое удивительное. Святой праведник встает с грешниками, стать представителем за людей. Он взял, братья и сестры, наши грехи и наши беззакония, чтобы оправдать. Это суть Евангелия. И как важно, братья и сестры, принять это верою. Он дал вот эту праведность для нас. Братья и сестры, он не постыдился, умирая за нас на Голгофском кресте, обесчестен. Страдая, он это делал добровольно, чтобы мы были оправданы. Дальше мы читаем, братья и сестры, когда он принял крещение, что Дух Святой сошел, как голубь. Он не проявлял своих божественных функций, и живя на земле, когда дьявол ему предлагал совершить какие-то чудеса, написано в Филиппийцем 2 главе, он смирил себя даже до смерти и смерти крестной. И когда Петр выхватил меч, хотел защитить Иисуса Христа, он говорит, остась это. Он же мог. Одного ангела достаточно, чтобы все эти люди пали. Он на земле, Христос совершал это служение. Он нуждался как человек, вот сила вот эта, когда он находился на горе. Он молился Отцу Своему Небесному и возвратился, написано, в силе Духа. Дух наполнял его, когда он подымался на гору. Дух свидетельствовал о нем. Он как печать совершенства. Дух сошел в виде голубя на него. Почему? А потому, что он исполнял не свою волю, не свою божественную функцию. Он написан, не моя, но твоя да будет воля. Это тоже очень важно понять. Исполнять в жизни волю Отца Своего Небесного. И он это делал. Важно помнить, исполнять волю Отца Небесного. И Дух Святой пребывал на нем. И в заключение мы читаем, что сам Бог Отец, вся глаз Небеса, глаголище, и Он говорит, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, печать самого Бога. Если когда родился Иисус, небо открылось, пели ангелы, а здесь сам Бог засвидетельствовал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, который искал, чтобы исполнить волю, и Он исполнил волю Отца Своего Небесного». Здесь все совершилось по воле Бога. И Бог поставил свою печать. Итак, братья и сестры, крещение – это безгрешность нашего Господа Иисуса Христа. Крещение – это подтверждение заместительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Он взял наши грехи на Себя. Он оправдал. И так хотелось взять для себя какой-то урок, чтобы мы, братья и сестры, никогда не стыдились Господа, нашего Иисуса Христа. Вставали рядом с Ним, подчиниться Его воле, братья и сестры, искать Божьего руководства в своей жизни. Пусть это нам еще раз напомнит, что совершил Господь для нас. Поэтому я предлагаю открыть сегодня наши уста и возблагодарить Господа, что Он стал за нас заместительной жертвой, исполнил всякую правду. Аминь.